приветствуем так вот только не помним со всеми поговорили или нет храмовый язык так что мы там нашли над тем что может помочь с переводом мы попробуем вае в этот раз попросить мы сразу переводят быстро с подобным я уже сталкивался ялбур hard это занимается пламя не густо так вопрос один зачем нам отходить в сторону нам стресс надо экономить ладно идем наконец в ursus любопытно собрать сил подводим действия или для начала следует попасть в город я просто не знаю это ладно сначала прям в город если что перед боем нам дадут подготовиться надеюсь наконец северное тверденье ираны показывается за деревьев когда-то урсус был лишь проселком нацеленными копьями а теперь благодаря менгиру разросся на весь холм дворец стены башни свят ли они исцеления от поганой заразы дочь отвлекает от раздумий пап ты чего смотришь так будто не узнаешь город вы отвечаете не оторвая взгляда от города я пытаюсь рассмотреть флаги на шпилях по ним можно судить что за порядки в городе что творится в королевстве к примеру берканский флаг это первая первая примета большой войны разговор встревает хода это точно сначала смотрим на флаги и судя по ним я пока побуду ходой мой дед в городе а я с ним как бы это помягче м в ссоре гледа закатывает глаза и что с того быть хода не самая плохая судьба особенно если после всех передряг ты еще жив другой стороны принц хос такими опасностями бы и не столкнулся вы поворачивались ходе опасности приключения выглядят заманчиво пока с ними не столкнешься нос к носу одно дело слушать про них в трактире а затем другое расплачивать за них кровью и вещами самое верное дело забиться в надежде а в надежное убежище и носа наружу не показывать ходу хмляется сяло человеку которого столько шрамов на теле сколько у меня наверное хмельных пирушек не было вы обрываете стрелка ладно хватит болтовни на воротах языки особо не высовывать со стражей я буду говорить а ты хода постарайся быть тише воды ниже травы вам подходит мастер стражи представляется шеком и требует ваши ярлыки перебирая бумаги он с подозрением осматривает ваш отряд задерживать взгляд на брящем лице уходе путники из альбуса но на подорожное я смотрю всех в порядке изводе проходить по одному по законам ирана мечи опечатываются на воротах и распечатываться только при прощании с городом а ты паренек мог бы неплохие деньги зарабатывать при дворе благословенного короля ираны уж больно на его внука похож мне многие так говорят но я пожалуй этим предложением воспользуюсь глупо рассчитывать на постоянном благословении монаршей особы а ну как надоем как по мне чем дальше от троных залов тем лучше если на милость крайне рассчитывать то во дворец и правда соваться не стоит ну путники ваши имена я знаю так что позвольте мне представиться мастер стражи шек к вашим услугам так стоп не совсем пол какой-то момент я упустил так нас корр его дворец потому сейчас получается что он спрашивает разве нам понадобится имена за стенами урсуса ну ладно допустим спросим что это значит разве нам понадобится за стенами урсуса погубы городские стены не помеха большой белье без разницы деревенька и подвернулся ли столица бедный крестьяне или богатый вельможа или мастер стражи так что если пересчет лучше рассчитывать на самого себя или я не прав ладно и руки у вас в порядке даже отметка от строгого арки стоит как там старина веган поживает не просто ему приходится какие-то воины в масках а строк осаждают только при нас два вольта только при нас два боя было отбиться ему помогли конечно но без помощи веган долго не продержится вот но как она вот не до него было зараза надо ведь зараза надвить отряд ему на помощь отправить добро пожаловать в урса господа не смей вас больше задерживать о как лавка трактир старый приятель мингир дом унды здесь живет известная целительница когда они странствуют по миру сгоревший дом недавно входа сначала в лавку ого по 2 уровня ранения за день это может быть очень полезно особенно когда стриксов не хватит а потом мы их приобретем что за ускорение во время ваша команда не ран вперед что и как это должно работать так ладно амулет шаман 22 стриксов браслет торговца 20 стриксов вот только у нас столько денег нету фамильный перстень плюс 10 к здоровью и амулет ветра скорость ходьбы сумка лекаря очень привлекательно смотрится но стриксы ж так нужны есть конечно что где-то здесь мы их поймем не найдем кстати продать нельзя но сумка лекаря браслет браслет торговца амулет шамана разница конечно ощутимая ну по цене по крайней мере с виду но думаю стриксы нам все таки важнее так ладно сумка лекаря все думаю а получится ли потом сейчас мы можем либо набрать стриксов либо сумку ладно возьмем стрикса ну если вдруг где то перепадет 600 монеток будем рады если нет ну что поделать так смотрим дальше мингир к нему полезем в последнюю очередь если нам позволят Тертика нет надо узнать что там с ходой так как натянут эти титива с тех пор как в Урсус въехали боишься быть узнаным ну так замотай лица платком и кто-то на тебя смотреть не станет шлях тоже узнал чего только мастер страх забыл на воротах хм я вообще не поняла о чем вы разговаривали хм думаю это шек намекнул ходя на возможную помощь от которой тут гордо отказался не самый умный ход на мой взгляд во всяком случае шек нас не выдал ты не понимаешь что мы у него в руках может он примеривается как бы повыгоди меня деду сдать что сделано то сделано чего ж теперь но впредь нам надо действовать еще аккуратнее так как ты все таки со своим дедом поссорился ну так как все внуки так и я сказал слово поперек а там уже понеслось даже мой отец не связывается с дедом а когда то разойдется потому и меня с глаздовой спрятал и сам старается не показываться а уступать старшим в королевских семьях не принято все таки не только о себе думать нужно но и обо всем королевстве я до семнадцать лет уступал пока мне не захотели жить на гиббонской принцессе она мало того что пятнадцать лет меня старше так еще и страшная не хочу я чтобы уродливые принцессы после меня в гиране пошли а уродливые принца все в эту сторону вопроса больше не имею видел я эту принцессу он до сих пор иногда вздрагиваю думаю твой отец наградить нас должен мы же не только тебя всю рану сберегаем в своем лице все же началась жатва не стоит ли вернуться в дворец был бы здесь мой отец я бы может и рискнул а одному где усоваться боязно меня же вроде как в наказание в альбус стрелковый рот отправили чтоб порядком проникся старших начал уважать а я выходит сбежал так и не казни же тебя дед не настолько что он лютый а если ты со мной дальше будешь по биркани разъезжать то не приведи боги слопочешь шильную стрелу где-нибудь что мне потом делать как оправдываться этот дед меня не казнит но если узнаешь что это ты нас всех из альбуса вытащил да по городам и весь им потаскал то за твою жизнь я поручиться не смогу и выслушивать мои доводы король точно не станет так что через отца этот вопрос решать надо ладно убедил наслышан я королей ираны как он чужие жизни ценит рисковать не стану ну это наверное не имеет смысла спрашивать то есть если неприятности будут то они и так будут а если нет то и все хорошо ладно у нас есть еще незаконченные дела так до мунда к трактирщику ну поговорим по душам я так понимаю кунди в любом случае он пойдет а ну здравствуйте их давненько я к тебе не заглядывал чего это у тебя так пусто раньше был не протолкнуться Торн Бринин доброго здоровья и хорошего аппетита вот уж кого не чаял увидеть да еще с такой компанией а с посетителями в последнее время и вправду стало у тебя туго такие времена ну так встречай гостей надеюсь еда у тебя хуже не стала прикажи накрыть а мы с тобой в сторонке кое что обсудим расскажи-ка мне что в городе творится тут чего только не произошло холокол заколдованный болезнь неизвестная нечисть в белых масках хмм ну море убить мы по идее знаем а что за магия с колоколом как вся эта курина завистелась так главный колокол что на рашу без всякого звонаря бить начал без остановки а кого куда туда послали те там испеклись намертво без вражбы тут точно не обошлось и в альбиусе колокол на изволне утихану погоди так сейчас же тихо а колокол как начал сам по себе звонить так сам по себе закончил а чего почему никто не знает или знает да помалкивает а вот про альбиус говоришь а вчера ко мне купец хайборга заглядывал так и там такая же история не удивлюсь здесь по всему терминам так но тут только гадать остается что это было да зачем убийцы в масках это энце энц шменце это я не знаю но несколько дней назад в город неведомо как натуральная нечисть проникла страсть сколько народу побивали прежде чем их самих положить удалось до сих пор по окрестным лесам остатки добивают с чего ты взял что именно нечисть может это лазутчики фризки что я по твоему дурак совсем фризы они же люди все же пусть и головой ушиблены а трупы этих я видел самая настоящая нелюдь и кто его знает сколько их здесь в городе могло остаться стража король не просто так усилий приказал зачем же тогда ты трактир свой открытым держишь а если снова нападут типунтин язык заведение я свое открыл открыть не держу по его высочайшему повелению чтобы как там нарушением привычного образа жизни не смущать горожан до слухов негодных не плодить значит мор и сюда добрался нежели послушать то это зараза уже всюду слава богам у хармоников на этот случай мазь нашлась в руки не раздают но шеи всем мажут и запасы этого средства у них немалые не иначе готовились а демон вам тут не являлся с ума никто не сходил свят свят чего это ты такое говоришь таких ужасов не было хотя тут уже проходил слушок будто жатва началась ну знаешь из старых легенд которая только кровь всех бултнов сразу к ногтю прижал чтобы значит народ лишний раз не пугали выходит по монаршему слову следует считать что никакой жатвы нет ни в урсусе ни где-то еще может так оно и лучше ну и к демонам тибеды давай о другом да как саш друг что бы тебе еще хотелось почему в урсу висят биркантские флаги а мне поговорят хотел котел им на голову вроде как северяне опять решили крепость наших границ проверить сейчас вот принц Трик вернется да и возглавит общее биркантское войско король то наш уже старова для ратных подвигов да хранят его боги а куда же принц делся накануне войны и почему он не в столице войска подначало брать будет принц с отцом пару лет считай не разговаривает повздор или о чем-то только теперь война на носу придется помириться а в столице войска собирать и не и не будут мы ведь ближе к границе так что вернется принц Тик никуда не денется ладно нам бы перекусить да делами заняться это я мигом строю а потом я тебя а и тебя на всех расспожу где был да че видел погоди что за шум снаружи не иначе ты гостей ждешь папа там отряд стражников спешивается и с ними дядя Бран вид че проклятие если он при страже нам лучше с ним вовсе не встречаться Тик есть у тебя черный ход мы с Браном друг друга на дух не переносим как бы до драки не дошло некий ты не стражники Торн наемники твоего шурина вроде как помогает город охранять а на самом деле те еще головореза стража этот Бран только через труп шека заправлять его сможет да что ж такое не могу нормально прочитать вы решаете что же вам делать либо проявить осторожность не нарываться на неприятности либо взглянуть в древнему врагу в глаза а если бы он не упомянул что ему надо успеть кунде а если мы столкнемся мы не успеем или что или как ладно не будем рисковать идем кунде А как же лучше? Там же все наши вещи Да позабудьте о ваших лошадях Отведу на конюшню ворот, потом заберете Иди скорее Ну ладно, раз намекнули, идем к кунде Найдя Думунды, вы стучите в дверь Вам никто не отвечает, но створки медленно распахиваются И вы решаете зайти в дом Он кажется пустым, но дверь в внутренний двор открыта Вам кажется, что осторожность не помешает Входа, присмотреть за входом Мало ли, кто еще в гость заглянуть надумает Не нравится мне здесь, а снадобишь что ли такой запах? Ладно, надо двор проверить Если вунды и там нет, значит я ее снова не застал Эм, однако Во дворе вы видите женщину, стоящую у каменного стола Заметив вас, она вздрагивает Если вы ищете Унду, то ее здесь нет Я ее дочь, Филия Но не вражбой, не целительством я не занимаюсь Вам лучше уйти Гледа делает шаг вперед Нас направила сюда Чила Сказала, что Унда может помочь Еще она просила перед... Что источник следует сохранить? Филия на мгновение прикрывает глаза А затем выпускает взгляд на столешницу Приблизившись, вы видите, что на камне вычерчено мелом одно слово Сзади Вы слышите донесшийся из дома вскрик И резко оборачивайся Да что ж такое Вы слышите донесшийся из дома вскрик И резко оборачивайтесь Из дома один за другим выходит Энце Доставая оружие Вы краем глаз замечаете, что Филия исчезла Тем лучше, не будет путаться под ногами То есть у нас засада Но нам дают возможность подготовиться Почему бы и нет Эх Кстати, у нас карты есть какие-нибудь новенькие Жатва и сушение Касание и исцеление у души Так, первый раунд там Нет Долго ждать Интересная карта Это даже не представляю, как ее использовать Поставить, допустим, Торна в постоянную оборону И чтобы все били, а он бил в ответ Хотя, по-моему, контратака не складывается с основной атакой Или все же Так, уязвим с Нитон Энергия Ладно, пока трогать не будем Может потребоваться то, что есть Так, ну Комбинация Пока что стандартная Жаль, что лучники, правда, ранены Может и этот Мингер поможет Ну а то потом Так Блин, как же они неудобно встали Это просто слов нет Ну, вроде только эти должны спровоцироваться Хорошо Так, все стоят, все стоят Так, значит, начнем с того, что Прикроем Блин Блеск Ну хоть энергию потратил Сейчас, наверное, 15 Нет, не хватит Или хватит Не хватит Так, минуточку Не достает То есть Тороны сейчас будут еще больнее Можно, конечно, использовать Зачем Упс, как говорится Эй Ну вот Да, вот здесь бы копеечек, наверное, зашел сейчас Ну вообще редкий случай, что они взяли, да построить в одну линию Хм Ослабить Кого можно ослабить? Кто нас практически не бьет? Ну, Торн нас редко бьет Улучшить его защиту Кстати, интересный вопрос Ладно, попробуем Основную ударную силу Улучшить Пусть там топчется Кстати, подлечить-то мы ее можем У меня раздражает факт, что если я подведу лучников Вот эти вот будут пробивать по линии Хотя, конечно, у них сейчас перезарядка Пятнадцать Не хватит Ладно, а ты просто стреляешь Одиннадцать урона Так, четырнадцать энергии Шесть энергии То есть, одиннадцать могу повысить Защиту Одиннадцать использует Восточайший выстрел Если вообще дотянуть до этого выстрела А, кстати Можно не повышать Просто стрельнем Хотя, они, скорее всего, могут уже обойти Или не смогут Чтобы стерегли эти пара нападать А, нет, сначала повысим энергию Бас Блин Среди будем здоровья, кстати Так Доходят до этого Вроде больше никто Не доходит Но, к сожалению Здоровья у него больше, чем мне хотелось бы А, стоп Кто у нас тут? Вот, одиннадцать Почему? Из-за этой вот капельки Хотя Почему бы нет Тогда сделаем Вот так вот Сейчас Это не подземит Угу А мы вот этим вот Приньком Избавимся от энса Так Они стоят Проблема в том, что И мне приближаться Не очень выгодно К ним Хотя Спровоцировать Вот эту Подойти Было бы неплохо Торн Не подойдет То есть Провоцировать Где-то придется Нет, не по нраву За что поделать Что поделать Торн А, это же ментальный удар А, это же ментальный удар Шесть Это вообще мелочь Ладно, пусть защищается Потом Врумп отлечится 12 энергия Да, должно остаться Как раз Чего? 18 Подвинять Вроде бы Этого А, так и вышло Этого Ладно Обязательно Моя невнимательность Так 20 38 В принципе Торн Может Устроить им веселье Небольшое Но Подставится Подбор Вот этого Что ж Продолжим Так Сколько у него сейчас Так 13 Если он Пытается его Выбить Нет А Стоп У него же есть Ссушающий удар 30 Да По-моему Должно пойти с головой А Чего стоим Как говорится Чего ждем Так 38 Но этого не хватит Уже Он может пытаться Подлечиться Но это будет нам Стоить Чего-нибудь Кстати Значит Стоимость Чего-нибудь Да Он стоит Дистанция Дистанция По-моему Там Удара Да Хорошая Такая Они сейчас В любом случае Подойдут Ладно Попробуем Подлечить Девочку Такое ощущение Что они тоже Ждут Когда я к ним Подойду И никого Из нас Это не устраивает 8 О Хорошо Да Просто Только Смолен Такое ощущение Будет Они издеваются Так Подойти Он не может Ментальный Дарт На перезарядке На перезарядке Значит Ударить Дистанцию Не может Это Скорее Все Не подойдет Ну и что К ним Предлагают Можно Конечно Повысить Защиту Кого-нибудь Союзника Но По факту Получается Что-то Странное Ладно По крайней Мере Ждем Эй Так Нечестно Ну я Понимаю Что это Положно Но Тем Нечестно Торн Он их Может Раскидать И Подставиться Хотя С другой Стороны Он же Крепкий Малый Будет После Этого Давай Рискуй Так Ну и Теперь Нам Надо Глед Вот Эту Гринделечку Добить Блин Правда Вот Эта Теперь Может Походить А Нет Он Может Не Дотелся Если Я Правильно Поставлю Глед Упс А вот Эх Я не Посмотрел Нет Вроде Еще Не Дотягиваются Так Я Думал Сейчас Будем Прощаться С Нашим Рамлином Так 8 Энергии Вмбис Отбрасывает Ходит Надо Как-то Ему Снизить Качество Энергии Энергии ACT Эрис Сп Энергии Энергии Ладно, их логика для меня по-прежнему загадочна 14, 13 К сожалению, не дотягивается Где-то не дотягивается Никто не хочет дотягиваться Но если что, всем будет больно 16, нет? Так, ладно, древняя традиция Отвлечь меня во время бога Так Чтоб уменьшать, атаку на 5 А я выбираю цель или нет? Какой раз ни разу не испытывал эту карту Просто если ему снизить атаку на 5 Я думаю, у него очень нехилый Так повырежутся вот эти вот эффекты Ага, своему? Нет, так неинтересно Я хотел врагу Просто придушить немножко 6, 13 В принципе, он, конечно Должен выжить после этого удара Но это в теории И после этого удар он тоже Ублысит Что меня не устраивает Ладно Просто подождем Нет, он просто ткнул Ну, хорошо Турн все еще под защитой Этот все еще не сможет пробить Этот, скорее всего, тоже Так, на чем мы остановились? Ну, прикрывать сейчас не получится А нет Ему лучше не действовать вообще Кто-нибудь защита Ладно Будем хоть чуть-чуть Урезать вот этого паренька Ай, ты какой коварный 13 7 Хватит Другой вопрос Что-то Потом вот эти вот начнут бить Больнее Насколько там Аж на 2 единицы Что уже неприятно И Турн начнет доставаться Но, думаю, все-таки Это опаснее Я уже думал Сейчас твоих пробьет 34 здоровья 24 здоровья И И мы ничего сделать не можем Да? Отбрасывай против Нормальную клетку Увеличиваю контратаку Смысл в этой контратаке Конечно, минимален Так, двигаем на 8, да? На 8 Всем на линии Попробуем увеличить защиту сначала Хотя она, в принципе, так поддержит А вот Турн может пострадать Увеличивать защиту Увеличивать защиту Увеличивать стукну На 2 Хорошо Теперь они Именно 1 единица Он упорно повышает здоровье Кстати Самка Он уже подставился Получается Это он нам для удобства встал Прямо Промеж всех Или как это назвать Жаль у меня оглушающих Технического Наверное, не сможет Хотя Сейчас как раз Нет Не должен Пока что Ладно Он просто от отчаяния Бьет всех Кто ему попадается Ага Нельзя еще энергию вытянуть Ну да, что-то Польнем Неплохо Так повышение заработали По окончании схватки Вы бросаетесь в дом И находитесь в ходу Он сидит в луже крови Прислонившись к стене В его груди застрял Осколок клинка Рядом лежит энц В глазнице которого торчит нож В ходу углубается И шепотом произносит Все равно я его опередил Не на то он напал Товарь Вас отстраняет филия С какой-то склянкой в руке Вкусите меня Рано очень серьезное Не мешайте под ногами Вон отсюда Оставив Мне, пожалуй, стоит поблагодарить вас За мое спасение А нам стоит поблагодарить тебя Но если с благодарностью Покончено Ответь ко мне На парочку вопросов Будь добра Ну, полагаю, это самый первый вопрос Который можно задать Что здесь делали энца? Прятались Коса на камень найдет Только что уж теперь Чего искали То и нашли Ты бы дал мне отдышаться, что ли Такого страха не терпелось Тебя унда врачевать-то учила? Я так понимаю Что ты не из болтунов? Так знай Нет никакой унды И не было никогда Это я всех лечила А унда Это вроде как пугало Пустила слух Что она ведьма Так некоторые мой дом Стали по другой улице обходить А мне это только и надо Вот это да Значит это ты Про нее разные слухи распускала И дочерью прикидывалась Умно Ничего не скажешь Или так Или к королю в придворной лекаре Он все годное Под себя подгребает А во дворце храмовников Что блох на бродячем все Знаешь как они к лекарям Вроде меня относятся У нас не север Инквизиции нет Но жизнь бы мне не дали А про какой-то такой источник Говорила Чила Так просто и не объяснишь Это ведь все чужое И жатва И жнецы Но у этой земли была и своя сила Только спитана Да и осталась в немногих Как у твоей дочери Чила не ошибается Значит моя дочь особенная И ее надо сохранить От чего Или кого От тех кто хочет завладить силой Или уничтожить ее Или использовать для чего-то Не спрашивай Просто сберегай А кто такая Эта самая Чила Я ее секреты выдавать не вправе Но кое-что скажу Она для меня наставница И покровительница И еще кое-кто И уж если она что-то говорит К этому всегда стоит прислушаться Не так уж много Она и сказала Но раз ты ее ученица Может найдется у тебя Совет для меня Что делать Как избавиться от Мора И можно ли от него избавиться Стоит ли ждать помощи от богов Не ищи благоволения божьего Не дарят ничего боги Не будет жатву исцелению менгиров Они с самого воздуха ядом напитываются Но есть такие камни Что скрыты Да защищены Там и спасение твое Пока В опакуум тебе надо идти И как можно скорее Ладно Я узнал достаточно И что же ты решил Пока ничего В голове все надо уложить еще Приютишь нас? Нам время нужно На себя прийти Погоди Что это там за шум Вы входите в дом Где слышите приглушенный голос Торн Бренин Согласно приказу короля Я имею полномочия Тя задержать Открывай дверь А не то придется ее сломать И не вздумай бежать Стража стоит И у внешней стены И у соседней Вы обращаясь к Филии Ты можешь вывезти нас отсюда Или хотя бы спасти мою дочь Не забыл еще заветы Чила Филия задумывается Прикосив губу Затем говорит Всех не смогу Только одну Гледу Давай руку девочка Времени мало Гледа мгновение медлит Но вот ваш тяжелый взгляд Склоняет голову И уходит вслед За Филией Вы провожаете дочь взглядом Затем берете на руки ходу И выходите на улицу Снаружи вас ожидает целая толпа Стражники Наемники Гвардейцы Рядом с мастером стража Злобно ухмыляясь Стоит Бран Витчи Принц Хо Погиб Нет Только Райн Стража Осторожно поднимите на руки Его дворец Ох Торн Молись чтобы принц выжил Если прочие твои преступления Еще надо доказать То от виновности Смерти принца Тей никуда не деться В таком случае Нам стоит попрощаться Шек Какова бы ни была Дальнейшая судьба принца Если в деле замешан Бран На честный суд По остальным обвинениям Я не надеюсь Бран Витчи Че ты слушаешь Шек А еще мастер стража Обыщите дом С ним была его дочь Она где спряталась Ее нужно найти Ты получи жену суп варить Хотя Какая у тебя жена может быть Ребята Возьмите-ка арестован Доправить до тюрьмы Посторонних отгоняйте Поняли Стражники отделяют вас От спутников И уводят Вы слышите за спиной Раздраженную ругань Брана Тяжелые мысли Одаревают вас Наконец вы видите Мрачное здание Скрепят тяжелые ворота И вскоре вы оказываетесь В камере Соседние темницы пусты Вы собираетесь Перед окночь Через пару часов Вновь видите Шека и Брана Тут вот какое дело Тор По правилам Я обязан отпускать Твоих родственников И видать с тобой А Бран Витчи Приходит с Тешурином И он очень наставил на встрече Придется петопеть Не всякое родство Заслуживает терпения Шек И это как раз Такой случай Что Бран Пришел поиздеваться Надо мной Не боишься? Я ведь не в кандалах И не избит до полусмерти Ты еще смеешься? Ну что ж У меня есть Несколько новостей От которых тебе будет Не до смеха Есть про твою судьбу Про собой твою сына Про собой твою тесть И про собой твою дочерь Выбирай с чего начать Ну Гледа нам обещали Сохранить Так что Наверное узнаем Что с Мактом И мы наконец-то узнали Кто такой Макт Кажется Что с Мактом Макт обретался При дворе короля Адала Не так ли? Знаешь ли ты Что вместе с небольшой дружиной Он отправился в крепость Фригу На помощь принцу Исаны Проявил себя там героем Но попал в плен К людоедам Дорогой Торн К любителям человеченки Ты лжешь Ой да зачем мне Это ведь не секрет Любой проверить может Вести из Фриги Приходят часто Хотя погоди Ты ж в тюрьме Как я мог забыть об этом? Прости Привется поверить мне на слово Ну ладно Какой у нас раз следующий? Ну соответственно Что со С Тахетом Витчи? Мы с папикой Недавно при скорби Узнали что Моя любимая сиделка Того Померла Ты наверное в курсе? Конечно Ведь ты бы не сбежала Из алибуса без нее Будь она жива Тем не менее Граф С Тахет Витчи Очень расстроен Смертью дочери Когда Тейнер До Пакума доберется Папа его еще раз просит Вдруг что-нибудь новенькое узнаем Так я тебе сразу сообщу Если до твоей казни успею Может быть Смерть Лики не моя вина И ты зря надеешься Что это известие Сведет графа в могилу Он старик крепкий Как бы тебя Это не расстраивало И все таки Мне какие-то злодейские умыслы Приписываешь А я вообще-то Еще ни одного своего родственника Не угробил В отличие от тебя Ну ладно Какой он у нас рассказать Следующий Это к примеру В конце моего сторона пошлем Ну ладно Давай пусть он расскажет Что с Гледой Хоть Сатурн Таасия примерно знает Что ему ожидать А новость В том что Скоро я ее найду Не благодари Это мой долг Ближайшего родственника Подумая ее Обмытарствах Слезно врачится Несчастная тебя Без защиты и крова Или тебе наплевать На собственную дочь Это и правда Хорошая новость Пока ты не знаешь Где Гледа Я могу быть за нее Спокоен Ты ведь не рассчитываешь Что я скажу тебе Где находится та Кто вместе с моим сыном Лишила тебя наследства Какие гнуссные намеки Я заботен Только безопасностью Племянницы Ты прям меня обижаешь А я ведь Представитель королевства Адала И помощник короля Яраны Хочешь я попрошу Палача Чтобы он отрубил тебе руку Тьфу Голову стреть И попытки Или с пятой У нас хороший палач Он всем отрубает голос Одного удара И прекрасно знает Что если будет плохо справиться С своей работой То я как мастер стражи Выгоню его нахрен Не думал Что буду рад Такое услышать Но спасибо шек Ну ладно Какое новость рассказать Ну давай Говори Что со мной С тобой все просто Голубинная почта И пишет письмо От принца Трига В котором он требует Тебя задержать Тебя и задержали Ты зачем его сына С собой утащил Теперь там Тебя сам король Казнить желает У него внуков Не больно много Здесь Бран Прав Торн Тебе остается Молиться богам Чтобы принц Хо Пришел себя до твоей казни Может тогда король На радость их заменит Тебе казнь По жизненным заключениям Надеюсь боги Но у них еще есть шанс Спастись Если в рот Обреченных запишется Да кровь вину смоет Они же вроде как Твои приказы выполняли Спасибо за подсказку Шек Я им на казнь Обязательно скажу Сделать именно так А пока оставь меня Мне есть над чем подумать Вот что ты Извини Но покой тебе пока не грозит По закону Тебя сейчас полагается Помыться отвезти На казнь Если не с чистой совестью Такой с чистым телом Стоило помыться Отойти Так уж сосед появился Точнее соседка Эй Ты кто такая? За что ты здесь? Не твое дело Старый хрен Убирайся к демонам Уж думала Хоть в тюрьме Поблодна А здесь нет Прохода всяких уродов Или ты облегчиться Хочешь и стесняешься Так валя Я не смотрю Насмотрелся уже Погоди У тебя нашивка на руке Это же герб Дома Витчки Только не говори Что ты стражница Брана А ты не только приставочный Но еще глазастый И в гербах разбираешься Подожди Ха А ты сегодня Торн Брянин Муж сестра этого Опарыша Брана Его первейший враг Он не враг мне Хотя радости От встречи с ним Я не испытываю Не хотел бы я Знаться с тем Кто испытывает радость Встречи с этой свиньей Но он на свадьбе А мы нет Так что остается Успокоиться И думать о чем-нибудь приятном Не могу смотреть Ничего приятного Жена умерла Дочь пропала Сын неизвестно где И при этом кажется в беде В моей стране Жата приближается война И меня скоро казнят И это я еще Так по верхам прошелся Ничего себе мужик Ну и достался тебе Но тут ведь так как У каждого есть над чем поплакать А надо быть проще Искать радость в мелочах Вот мне удалось дать по яйцам Одному мерзавцу например Об этом я и буду думать С удовольствием Неужели Бран Витчи получил пинка От собственной стражницы Подожди Дай угадаю Ты ведь из Райдона Послушница монастыря Ночных убийц Я знаю Что он называется Обителью Смиренно Что тебя заставило Поступить на службу К Как ты сказал Опарашу Ха А ты и правда Глазастый Да разбираешься Жаль до свободы Меня заставила Разве может быть Что-то дороже Да мы с сестрой Не отвлекай меня Пустой болтовней Возможно Ты и права Первое правило Солдата Если можешь поспать Поспи И тут Ожидаемо внезапно Началась Новая глава А значит На этом Пока что Все Продолжение следует